Новый учебный год для школьников и студентов планируют начать в привычном очном формате. О продолжении дистанционного обучения речь не идёт. Об этом на брифинге сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, при всех плюсах дистанционных форм их рассматривают лишь как дополнение к традиционному учебному процессу. А это значит, что и учащиеся в Владимирской области вернутся к привычному формату получения знаний. Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован при организации обучения в школах. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обеспечить наших детей и учителей. Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Кроме того, в начале года планируют проверить, как учащиеся освоили знания в дистанционном формате. В начале следующего года для учащихся будет проведена диагностика знаний, чтобы выявить дефицит в знаниях и оказать соответствующую методическую помощь. Обращаю внимание, что за эту работу не будут выставляться оценки. Мы должны понимать реальную картину уровня знаний наших детей, чтобы принять все меры для устранения возможных пробелов в их знаниях. Сообщается также, что с 1 сентября, как поручил президент страны, введут дополнительные выплаты классным руководителям по 5000 рублей. При этом региональные и муниципальные выплаты тоже сохранят.